МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это 2018-й, юбилейный, во всеми любимой Евпатории. Сто лет назад был достроен и освящен храм в честь пророка Ильи. Но очень скоро пришли иные времена, иные пророки, иные просветители на долгие десятки лет. И хотя традиционно в Евпатории храмы строились у моря, после кончины советской власти случилось чудо. Чудом Божьим все устроялось, потому что здесь было пустое поле, и храм в этом месте вообще не планировался. Но милостью Божьей устроилось так, что это место, скажем так, это спальный район Евпатории. И, к сожалению, 10 лет назад здесь были всевозможные течения, секты находились, даже частные дома там приобретались для того, чтобы люди, скажем так, были улавлены этими вражескими сетями. Изначально этот храм планировался как храм святителя Луки, потому что Евпатория является детской здравницей, и понятно, что приезжает очень много людей, которые нуждаются в лечении. И, не обходясь в этом храме, она существовала, скажем так, еще, может быть, наверное, даже до идеи строительства этого храма. Храмом семи святынь называют эту церковь. В дар нашему храму был передан дискос святителя Луки, который он сам сделал из небольшой тарелочки, и он на нем служил именно во время своей ссылки, когда он находился. Не представляем, конечно, мы, сколько было пролито слез и молитв его перед этим дискосом, когда он совершал божественную литургию, потому что это более понятно, что непростые годы. Вот такая святыня в нашем храме находится. Прихожане и настоятель мечтают о втором храме в честь святителя Спиридона Тремифонского. Его очень чтут на приходе, и в день его памяти здесь очень тесно. Даруй, моя нам, от щедрого Бога, новославу Его и прославление Твоего заступления, избави всех верою, неусомненную к Богу приходящих от всяких бед душевных, телесных, от всех дьявольских наветов. Будь печальным, утешитель, недугающим врач, в напастях помощник, многим покровитель, вдовицам заступник, сирым защитник, младенцам питатель, старых крепость, странствующим путевождь, плавающим кормчий, исходатуйствуй всем крепкие помощи Твоя, требующая вся яжика спасению полезная. И хотя о житии святителей чудотворца знают, все от мала до велика внимают словно впервые. Из пастухов по промуслу Божьему Господь указал именно на него, на святительский амофор. Он принял все послушания, и бывший пастух стал одним из толпов нашей Матери Церкви. Еретики, которые десятилетиями утверждали ересь, приходили в покаяние после Его Слова. Некий странник, утомленный, пришел к нему в дом. Святитель Спиридон Тримефунский сказал дочери, а мы ему ноги, и предложи что-то поесть. Так как шла святая Четыридесятница, святитель Спиридон находился в строгом посте и вкушал пищу только единожды за неделю в определенный день. И святитель Спиридон, когда дочь его подошла и сказала, что нечем угостить этого путника, он сказал, что где-то там в запасах есть сало соленое, пусть она его пожарит и подаст к трапезе. Святитель Спиридон взял этот кусочек сала и стал вкушать. И говорит путнику, возьми, повторяй за мной, кушай. Он говорит, я христианин, и я не буду этого делать. А святитель Спиридон говорит, раз ты христианин, тем более тебе важно подражать этому и скушать этот кусок, который с любовью тебе преподается. И говорит слова Священного Писания, что для чистого все чисто. И вот когда мы с вами удивляемся, радуемся, что в нашей Матери Церкви есть такие святители, которые нам показывают пример жития, мы должны во всем им подражать. Прежде всего в простоте, не мудровании, не в законно учении. Но когда есть выбор, нарушить пост или обидеть брата твоего, выбирайте нарушить пост. Потому что обидеть брата твоего, Господь говорит, лучше такому человеку не родиться. Превыше закона, только закон о любви. И когда мы с вами будем поступать по любви, по отношению к окружающему нас миру, к нашим врагам, принимать все зло с радостью и благоговением, понимая и осознавая, что все трудности и испытания нам дает Господь проверить нашу веру. Действительно ли мы доверяем Ему промыслу? Действительно ли мы уповаем на Его всемилость? И когда нам плохо, и когда у нас трудности, мы вопием, кричим и ругаемся, и прекращаем быть верующими христианами. Сегодня, возлюбленное Господи, паства, в сей день памяти Великого Святителя я всех воспризываю усердно быть в молитве. Христианская жизнь, как говорит наш правящий архиерей, точно так, как пропитана Евангелие все любовью, точно так и наша жизнь должна быть пропитана этой любовью. терпением друг к другу, смирением, и венец этому будет радость, о которой говорит Сам Господь в заповедях блаженства, что тот, кто поступит с любовью, тот будет по-настоящему и искренне любим Христом. В центре храма, в праздничный день, одна из великих святынь, покоящихся здесь, частичка мощей святителя Спиридона. Прихожане с благоговением прикладываются и молят святителя и угодник не оставить без помощи. И святитель слышит. И уже по сложившейся доброй традиции я хотел бы, дорогой отец Владимир, вам и вашему приходу от нашего монастыря преподнести и сей ковчежисть, частицую, в дар мощей апостола Андрея Первозванного, того апостола, который своими святыми стопами осветил землю нашу Тавриду, который крестил, основал церковь. Архимандрит Калиник тоже не без подарков. Хотелось бы передать также от нашего прихода промыслом Божьим нашему приходу были пожертвованы очень старинные древние книги. Они весьма специфичные. Они не могут быть просто украшением стола или библиотеки. Это в действительности должны быть те книги, которые читаются, те книги, которые изучаются, те книги, которые должны находиться в монастырской библиотеке. Примите, пожалуйста, с низким поклоном за ваши молитвы и труды о нашем приходе и о всех нас. Спасибо, Господь. Эти книги послужат для установления монашества в нашем богоспасаемом Крыму. Спасибо, Господь. И ни одну, множество просьб не оставляет без внимания святитель Спиридон. Это наша мечта, наша надежда, чтобы у нас был храм святителя Спиридона и в действительности еще храма нет, а празднуем этот день почти как престольный праздник. Ну и, конечно, самое главное событие, которое сегодня наряду с праздником Днем памяти Систири Спиридона состоялось в том, что произошла встреча эпох. Наш новопостроенный храм и посещение этого храма внучкой святителя Луки, моей Дмитриевой, очень мы рады, что она нашла все силы, возможности, посетила этот храм. Скажем так, сегодня состоялась эта встреча, она встреча историческая. Я надеюсь, что в сердцах прихожан это отложится особым светом и надеюсь на то, что каждый из нас прочувствовал, что святые не там где-то далеко, они очень рядом и очень близко возле нашего сердца. В воскресной школе накануне праздника дети и взрослые еще раз вспоминали события из жизни чудотворца, смотрели фильм о нем и вообще ученики здесь, особенно самые юные, не перестают удивлять своих наставников. Иногда дети такие вещи интересные выдают. Вот у нас мальчик восьмилетний. Мы проходили начало иконописи, чуть-чуть было введение, мы изучали иконы, какие иконы бывают житийные, когда несколько эпизодов из жизни святого, портретные, да, и вот спрашиваю у детей, как вы думаете, почему на русских иконах никто не улыбается, почему цветы с сосредоточенными такими лицами, мальчик отвечает. Они смотрят на нас, святые, как мы здесь живем, им становится грустно, они сокрушаются, но вот устами младенца в логуле «тыси». Музыка. 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 Возлюбленные о Господе пастыри, честные иноки и инокини, боголюбивые миряне, дорогие братья и сестры, от всего сердца поздравляю всех с Рождеством Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ныне вновь сияет над миром в Ифриемской звезда. Мы встречаем Богомладенца Иисуса словами священных песнопений. Христос рождается, славите, Христос с небес срящите. Этот праздник с новой силой возгревает в вас веру, надежду и любовь. Пусть услышит мир возвещенную истину. С нами Бог! Разумейте языцы, якос нами Бог. Возлюбленные о Господе, дорогие отцы, братья и сестры, пусть Христос Спаситель ныне родившиеся в Ифриеме, да хранит всех вас во все дни земной жизни. Желаю всем вам крепости души и тела, искренней веры в Господа, добрых дел христианской любви друг к другу. От всего сердца с любовью во Христе вновь и вновь поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова и новым летом благости Господней. Христос рождается! Славите! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин